Ну что, спустя два дня, как вышло обнова, вы можете наблюдать, у меня 202 звезды, но у меня еще, если что, в инвентаре есть на 40 звезд 20 кейсов, которые галерейные. Просто с ума сошел человек. Это, это факт, потому что вот это вот все мы фармили, ну сколько, две ночи. Плюс еще я соло сейчас сидел, наверное, ну часа 4 выфармливал оставшиеся 4 дополнительных новых. Поэтому я предлагаю начать с самого дешевого, ну нет, не самого дешевого, я, наверное, хотел бы взять себе, наверное, два брелка вот таких вот и, пожалуйста, можно, ну, я не знаю, мне нужен какой-нибудь белый, я бы, наверное, в прикол бы получил бы вот такой вот. Вот это было бы реально классно, давай. Два, погнали, пожалуйста, что-то адекватно, два. О, это нормально, да, эта девочка мне прям очень нравилась, когда только это все вышло, пожалуйста, что-то редкое можно. О, я выбил самый редкий арсин, ну этот, бревочек, я не знаю, их пока что нельзя продавать, потому что вал, ну, полные гады, которые накладывают на новые предметы 7 дней бана, но это вы и так знаете. Если еще дигал касаться, сейчас я фармил, у меня в катке было два человека, которые открыли вот этот дигал, и они сказали, что каждый третий дигал, который вы открываете, он будет блюгемным. Ну, типа не 100%, но в большинстве случаев их кентов, которые открывали третий дигал, у них был блюгемный. Поэтому я не вижу смысла его открывать. Но он как будто такой себе вообще, мы видели его в игре, он вообще не о чем. Я могу сейчас, вот вам ставлю скриншот, как выглядит блюгем дигал, выглядит он прикольно, но он чем-то мне напоминает, нет, знаешь, что он напоминает? Галил вот из этой коллеги, то есть, ну, типа, прикольно, но странно. Ну, а теперь мы переходим к кейсам, и вот здесь вот прям максимально жопа. Кейс у нас самое крутое, что находится, это получается М-ка, да, и калаш. Ну, не знаю, я бы, наверное, если сегодня я выбью вот этот вот калаш, я, наверное, тебе его как-нибудь подарю, если тебе он не выпадет на открытии. Не, не, не надо. Себе бы, я не знаю, честно скажу, в первом обзоре я говорю то, что это М-ка говно. Если собирать фиолетовый сет, я не знаю, вот я с ней бегал сколько, три дня? Ладно, это прикольно, отстой, но прикольно от первого лица выглядит, поэтому мы открываем наш второй кейс. Пролетело уже розовое, можно что-нибудь, спасибо, дефолтный, какой-то гадостный юспик. Прям максимально некрасивый 0.93, хорошо. Сегодня, я думаю, мы что-то фастом открывать не будем, потому что все вот это выфармливалось на протяжении, ну, наверное... Ну, это было, правда, здорово, ребят. ...18 часов, ну, реально, за такое. В этот момент я тоже просто не понимаю, что у тебя на мониторе происходит. Кстати, прикольная штука. Кстати, да, издалека как будто... Вот он как-то переливается, еще вот эти надписи. Вот мы просто не смотрели в самом первом обзоре на каждый скин из всех коллекций, мы просто посмотрели самые дорогие, типа тайные, и все. А на вот эти не обращали внимания. И, кстати, это... А-а-а, прикинь, немного поношенный, он серебряный, а вот тот, который нам выпал закаленный, он был такой, типа, цвет меди, что ли, или как-то так. Прикольно то, что от качества еще и цвет меняется. Ну, вот это в последних скинах очень часто встречается, да. Мне кажется, знаешь, что должны добавить точно. Так. Короче, у машины Hot Wheels есть такая тема, когда ты ее в воду закидываешь, она меняет свой цвет, но из-за температуры воды. Ну, я понял, я понял. Мне кажется, в игре тут можно было бы тоже добавить элементы. Ну, а как, типа, когда ты стреляешь, у тебя дуло начинает нагреваться? Я сейчас... Я сейчас... Сука! Но выпад... О, кстати, смотри, какой он прикольный. Не, вот очень классно выглядят вот эти вот 3D-шные скины. Точнее, ну, типа, визуал 3D-шки, потому что если там покрутить, она реально 2D-шная. Вот, вот это я реально хотел, и это после полевых, и это очень классно, то, что он нам сегодня выпал. Пожалуйста, можно также мне сегодня из коллекции Оверфасса выпадет АВИК? Пожалуйста, просто. Мы когда фармили вот эти звезды, чтобы уйти в катки с этим АВИКом, я просто жопу готов был продать, чтобы просто побегать с этим АВИКом, потому что он реально очень классный. И давай, вот сейчас калашик, либо... Я, кстати, знаешь, что я придумал, как можно было бы сделать эту систему. Так. Если ты стоишь в тени, то у тебя он одного цвета, или как-то по одному переливает. Плюс-минус, это... Когда она старта... Ну, это этот, как он называется, поток информации только в версии CSGO. Типа, он тоже самый, он там такой первомутровый. Я про другое говорю, про более чем-то. Нет, я понял, я понял, про что ты. Но мне кажется, такое добавят лет через 5, только минимум. Пожалуйста, вот сейчас калашик, либо М-ку. По приколу, М-ку я просто слил. Вот это, кстати, очень классный, что маг десятый. Я знаю, что я понимаю. Много круче крутить коллекцию реально, потому что тут вот в этом кейсе вообще скинов прям очень мало крутых. Вот прям очень мало. Огромный факт, да. Но я вот сильно хочу сегодня покрутить оверпасс и выбить оттуда либо калашик, либо авик. Потому что это, по факту, моя мечта. Ну, а если брать кейс с фейд-эмкой, то не знаю, честно. Мне она до сих пор не нравится. Возможно, мне нужно ее подержать в руках, но как будто бы пока что на ней жесткий прям крест. Ну, вот мне тоже на самом деле кажется, потому что вот если в руках подержать, как будто бы что-то прикольное может быть. Меня этот юзб заебал уже, если что, но конкретно. Я не хочу докупать еще, потому что, чтобы вы понимали, у меня в общем на вот эту обнову было 30 тысяч на стиме. В итоге из-за того-то, что я на пассы тратился, тратился еще на какую-то хрень, у меня осталось, ну там, рублей 900, наверное. Виолетовая пролетела, а ну, пожалуйста. Спасибо большое за ебучий М249, на котором 0.96 краску пожалели, спасибо. Ради этого 20 часов фарма было. Можно еще что-нибудь 0.99, чтобы я вообще кайфанул. Пожалуйста. Не знаю, кейс реально какой-то вот прям такой. Меня этот юзб, я его в рот топтал. Ладно, давай два фаста, открываем и... Гипнотизер, спасибо большое. Второй фаста открываем и, пожалуйста, ну дай ты обоссанный калаш. И вот сейчас, ну вот сейчас нужна М-ка. Просто М-ка вылетает и просто... Или вообще нож, вообще про нож-то забыли все уже. И нож мне не нужен. Блядь, ну какой гигал. Ай-яй-яй. Ну, короче, из всего, что мы сегодня выбили из кейсов, это... Ну, одна фиолетовая. Ну, знаешь что, возможно, это даже и к лучшему, потому что самое интересное, скорее всего, у нас будет в коллекте. Ну, мне кажется, мне вот это вот подпортило шансы, но в принципе, да ладно. Ну, прикольная сосиска. Так, дальше смотрим. Наклейки я не вижу смысла покупать. Вообще не надо. Поэтому я думаю, что... Вот я не знаю, вот это только ради дегла. Давай откроем, насколько... Можно парочку открыть, у тебя все равно их много звезд. Короче, открываем 10 вот этих. Там, где М-ка фейт, мне кажется. Возможно, да. Галил, блядь. Не, прикольно, кстати, выглядит, кроме шуток. Вот типа есть какой-то вайп в этом, пассиво большое. Мне нравится Галил, синева, на М-ка роза, красная, это тоже не нравится, понятно. Ну, это прикольно, для тупого скина пойдет. Так, сколько получается? Ну, короче, ладно, еще два откроем, потому что не знаю. Мне кажется, отсюда ничего нам не выпадет. Ай-яй-яй. Пожалуйста, не надо выдавать сейчас красное, дай на следующий. Все. Или еще один открыть. Давай, последний открываем. Один, один, последний шанс дадем. Спасибо большое за синеву. Ну, коровую полутона. Теперь я хочу вот сюда вот. Здесь мы откроем, наверное, ну штучек 15. Потому что есть шанс выбить Глок. Очень офигенный. И, возможно, выбить М-ку фейт. Но, чтобы ее выбить, надо жопу отдать. Ну, не, ну это... Ты что? Ну, типа, это дохрена это. Ооо, кстати. Это, возможно, еще качество хорошее. Это для белого сета, да. Да, это немного поношенный. И выглядит он очень классно. Ладно, спасибо большое. Это получается, если что, я могу скрафтить Глок. Поэтому этот МП-9 будет стоить, как по мне, дорого. Блин, вот это тоже под... А, смотри, кстати, мы не видели. У него жопа тоже в блестках. Видишь вот здесь вот? Да. Вот, это значит, еще полу такие скины есть блесточные, так скажем. Еще, кайф, кайф, кайф. Так, выдать М-ку может. Спасибо большое за синеву. А М-ку можно мне родить, но чисто, чтобы у меня, ну, копеечка, ну, в карман упала. Либо Глок, пожалуйста. Ну, прям очень сильно надо. Не, если я сегодня... Игровый трафарет. Галил, выбью. Это будет круто. Мы сможем спокойным образом сделать, если что... Нет, это... Сравнение? Нет, не сравнение. Мы крафт можем сделать спокойно, Эмки Фейд. А, ну, кстати, это да. Ну, на следующий раз только, если. Так, 120 звезд. Это, получается, 30 прокрутов у нас есть еще. Я думаю, давай мы вот здесь вот 5 дадим и пойдем уже на оверпасс. Блин, ну, что-то вообще прям ничего не падает. Мне же прям страшно, тебе потом будет это записывать. Ну, это жопа. Потому что, ну, столько времени было потрачено, чтобы получить вот это. А парма-то кошмар просто. Блять, Эмку можно, суки, либо глокну, пожалуйста. Ну, это реально, ну, кощу... Ах ты, гандом. Да нет, нам такая уже... Не, вы посмотрите, посмотрите, он прикольно смотрится, как будто, эм. Ну, это что-то по типу... Это просто ржавый металл и все, ну, типа, тут ничего не скажешь. Итого, из этого всего мы выбили по факту, ну, дорогого, мне кажется, только вот этот вот арктический триколор. Он будет что-то стоить, потому что это немного поношенный, как мне кажется. Ну, тысяч, наверное, ну, 2-3 он точно будет стоить чисто из-за качества. У нас осталось 100 звезд, поэтому я хочу перейти вот сюда вот. Давай, здесь мы сделаем 15 прокрутов. И я очень сильно надеюсь либо на авик, либо на калаш. Малю просто. Ну, вот это реально самое интересное, как будто бы. Нет, самое интересное, это эмкафей, потому что это, типа, то самое, на что, мне кажется, вафы ставили весь свой акцент. Но вот здесь вот просто самые пиздатые скины. Алик, мне это тоже нравится. Блядь, 20 прокрутов осталось. Ну, пожалуйста, ну. Блёкс. Прикольно выглядит. Ну, кто бы, да, кстати, вот. Можно фиолетовое. Ну, малю, ну, Зевс. Вот даже Зевс, ну, это кайф был бы выбить оттуда фиолетовое. Ну, пожалуйста, розовое, точнее. Самый кейл, это получить ничего. Так, мне кажется, сегодня у меня такое будет. Просто сидел, ну, и просто фармил. Бля, такие уроды, просто максимальные. 64 звезды у нас осталось. И спасибо большое за дерьмо. Пожалуйста. О, хорошо. Ну, это фиолетовый. Качество, какое у тебя? У тебя после полевых, ну, прикольно. Но, как по мне, стоить это, ну, что-то заоблачных, типа, ценников у этого точно не будет. Так, я предлагаю сейчас открыть три раза и всё-таки вернуться на эмкафей. Я что-то вот прям чувствую. То, что, ну, нам выдало две фиолетовых. И, в принципе, как будто бы всё. Как будто, ну, должно сейчас что-то подкрутить. Блин, ну, реально что-то прям крутая какая-то. Дай, пожалуйста. Спасибо. Эмка. Эмка, поменяй меня. Что там? Поменяй меня, ПЖ. Реально? Да. Типа, это, подожди, это как? Афиг знает. Трейд ми, плиз? О, прямо с завода, кстати. Возможно, что-то будет. Это переводит от трейд ми, плиз, получается. Ну, видимо, да. Так, 10 наркотов у нас осталось. Мне нравится, как они перевели ПЖ. Типа, это прикольно. Ну, типа, ПЖ, это на английском, наверное, там. Ну, ПЖ, да, но на русском же. Что, сегодня эмка будет? Ну, надеюсь. Бля, как мне страшно. Просто максимально. Вот сейчас. Вот всё, что вы понимали. Одно нажатие уже было, уже было. Да, нам падал такое. Что вы понимали, одно нажатие кнопки, это, ну, где-то около 30 минут. 30 минут, да, кстати. Это пиздец просто. Сейчас я, по факту, трачу своё время на то, чтобы открыть эти блядские коллекции. Пожалуйста. Пять прокруток осталось. Ты вот из-за того, что ругаешься на них, вот поэтому ничего не падает. Да, сука, я столько времени сидел, чтобы мне вот такое нападало. Три прокрута осталось, Олег. Пожалуйста. Ну, не надо мне фото... Всё будет, Артём, всё будет. Надо просто верить, надо просто верить. Последний прокрут остался. Пожалуйста. Ну, не нравится мне этот скин, но просто ради того, чтобы мне дали бабок. Молю. Пожалуйста. Эмку. Гондол ебаный. Итого, на счету у меня 0 звёзд. И мы навыбивали вот таких вот интереснейших скинов. Единственное тайное, что нам упало, это колбаска. Которая, как по мне, будет стоить, ну, рублей 500 от силы. Но она прикольная, я не знаю. Да, факт. Оно выглядит прикольно. Не, мне кажется, дороже будет. Мне кажется, максимально вряд ли. Вот это будет стоить, ну, в районе, ну, зависит от эмки. Но, как по мне, это рублей, ну, 500-600 от силы. В первое время, возможно, прям дороже. Вот это всевидящее будет стоить вообще недорого. Единственное, как по мне, что нам реально дорогого выпало, так это вот этот арктический триколор. Ладно, мы решили перекрафтить абсолютно всё, что мне выпало. И, найс, коллекция спорт и досуг выпала. Поэтому погнали делать второй контракт. И тут, о, кстати, вот это очень классный юспик, кроме шуток. Он из коллекции, где у нас как раз градиент находится. И вот именно этот юсп, как по мне, будет стоить 1500-600%. Он похож на муфляж, знаешь, какой-то зелёный такой. Я понял, да-да-да-да-да, это из коллекции, браво. Да-да-да-да-да. Так, давай тогда дальше, третий контракт. Он полетел и коллекция графический дизайн. Говно полное, просто максимально. Теперь у нас, по идее, должен выпасть тот же самый юспик, либо цзшка. А, нет, подожди, это не то. Это, вот это из какой коллекции? А, это из говна, короче, максимально. О, фига тут крыса сидит. Так, и мне интересно, хватит ли мне синевы, чтобы сейчас сделать крафт. Это реально маг десятый, прикольный, вот этот пискля. Ну, он классно выглядит. Так, подожди, мне надо по новизне, чтобы я засунул вот эти вот. Калаш, я не знаю, как будто бы стоить много не будет. Итого, у нас не из вот этих сувенирных коллекций получается. Это, подожди, это у нас из кейса, значит, у нас три скина из коллекции, следовательно. Сейчас мы можем получить либо xm, либо дуалы, потом также цзп90м4, либо а. У меня два скина, всего лишь, короче, у нас 20% на то, чтобы выбить из сувенирного набора фиолетовую шмотку. Пожалуйста. И это галерейная коллекция, нет, это хреново. И вообще можно, а, так я могу перекрафтить сейчас синий и засунуть вот это вот, попробовать скрафтить, не? Или оставить, что думаешь? Ну, мне кажется, лучше оставить. Ну, как будто бы есть момент. Произошел дадеп моего времени, и мы идем, открываем шесть еще вот таких вот наборов. Пожалуйста. Умоляю, сука, выдай мне хотя бы глох, я тебя умоляю. Глох это будет имба. Зеленый. Остается три прокрута, четыре прокрута. О, кстати, отлично. Еще один фиолетовый. И подожди, какого он качества? Это немного поношенный, и это немного поношенный. Оба, оба немного поношенный. Это офигенно, пожалуйста. Можно ебучий фейт. Три прокрута осталось. Побереги мое время, я тебя молю, Габен ебуный. Пожалуйста. И последний прокрута. Больно как, больно. Как будто Олегу там что-то делают. Больно. И, к сожалению, нет. Ну, в принципе, ладно. Если вот этот МП-9 будет стоить, ну, шесть тысяч рублей, я куплю абсолютно все десять пропусков, которые я, получается, купил для того, чтобы нафармить на все это. Но, у меня также есть еще тут совсем четко пропуск. Его мы, конечно, нафармим, если вам зайдет это открытие. Ну, а теперь мы перемещаемся на кейсхан, где вы можете спокойным образом вот здесь вот вводить промокод Ураган, который дает вам бесплатный бонус-рок, где вы можете выбить кейс, скин, рубли на баланс и проценты к пополнению. Нам выпадает, ох, нихрена себе, 35% и Легион Анубиса это где-то 550 рублей. Также, если у вас меньше 30% выпало вот здесь, используйте тот же промокод Ураган, который накинет вам их, и вы сможете открыть намного больше кейсов. Ну, а мы погнали фастом по бесплаткам. 75% самого дешевого, 364% второго. А чё ты, подожди, чё, почему старт именно такой у нас, я чё-то не понимаю? А какой? Фастовый типа? Так нет, это мы бесплатки сначала откроем, а потом пойдем на богатое. Что-то. Здесь вот эти вот бесплатки даются за деп, вот этот вот, допустим, кейс дается за десятку, которую я как раз с моим же промиком и закинул. И, ну, 350 рублей, да, если по-прошлому судить, 513. Итого, мы нафармили 2000 рублей, ну, вот это нам из бонус-рок, а, это филтест это ещё. Нормально, плюс 2000, следовательно, у нас есть пятнашечка. Если ты хочешь с самого начала что-то пожёстче, давай, за 10 тысяч сразу же открываем. Ой, ничего, сколько это? 66% Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо И с него нам выпадает каушин, который стоит 6500. Да, а, 4600. Упал цени капельку. Ну, такое бывает. Ладно, бургер. И отсюда нам падает Роял Блю. Сколько? Тысяча рублей окупились. Отлично. Пойдём попробуем статтрек один открыть. Чисто статтрека мы ничего не выбили в кс-ке. Надеюсь, хотя бы здесь какой-нибудь классный ганда прилетит. Ииии, 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 смотри, наблюдаем. 1700 рублей потратил Аникс. 900 рублей за семью статтрека. Это как вообще? Ну, типа, кэшбэк по факту, ну, 50%. Но я тоже думал, он рублей 25 стоит. О, кстати. Вот это, возможно, дорого. 1300, ну да. Чутка мы в минусе на 400 рублей. Ладно, тайная. И можно мне отсюда Акихабару? Пожалуйста. Естественно, конечно можно. Ты что думал, а? Какой? Вот я... А, щелкунчик, он называется, ладно? Вот ты попросил. Вот ты попросил. Сейчас мы сделаем специально для себя. Реально? Давай, давай. Конечно, конечно. Ты уже с админами списался, да, там? Смотри, банкира, значит, отсюда Акихабара. Ну, это 5-6 тысяч, да? Это вообще... Ох, все, гг, короче. Как будто бы сегодня нам реально завернут после прошлого открытия, где мы доплер выбили. Я забыл, как называется ножик. Нет, это мало. Это три тысячи. Ты думал, до ножа дотянется? Да, да, да. Ну, как будто бы... Вот с этого сейчас выпадет. Смотри. Ну, нет, это плюс, кстати. Это... Да, отлично. 5-600. И давай одного еще банкира. Так, давай подкручиваем мне там вот М9 байонет. Еще чего-нибудь. Сейчас делаем, конечно. Пожалуйста, Олег. Кедали уже крутим. О, это 6 тысяч. Ну, если мне память не изменяет. Отлично, она мне не изменяет. У нас есть 10 982. Как будто можно вот так вот на фулкотлету просто открыть сейчас. Пожалуйста, выбить что-нибудь подороже. И... Опа. Ну, нет, это хорошо, но это не... А, это плюс. Плюс 3 тысячи. Это вообще отлично. Так, что хочешь открыть? Ну, можно было лучше, конечно. Криптомана. Криптомана вот этого. М-мм. Полторы тысячи полетело. Ну, отсюда я хочу Франклин. Можно? 4200. Ну, видишь, а... Глок Франклин стоит столько? Да, 4 тысячи. Ты не знал? Кошмар вообще. Доброго-то. Даже есть P250 Франклин. Так, P250 это самый дешевый Франклин. А вот именно Глок, он дорогой, он 4100 стоит. Это 2600. Отлично. Мы опять бэкнули себе 14 тысяч. Давай, Олег, тебя, победителя, откроем. Ой, ну давай. И отсюда надо вот этого тигра выбивать. Пожалуйста. Пожалуйста, ти... Почти, это было очень близко. У меня сердечко зажалось. Это было очень близко. Мы пятнашку уже нафармили. Так, подожди. Как будто бы можно открыть М-ку. И достать отсюда... Это 3000, да? Ну, ну, ладно. Плюс 300 рублей. Я хочу очень сильно в одном из роликов нафармить как-нибудь 50 тысяч, чтобы открыть торнадо. Потому что этот кейс я открывал один раз на стриме. И нам что-то конкретно жестко оттуда выпало. А вот на видос мы такого еще не делали. И я надеюсь, сегодня мы это исправим. Из тайного... Ну, это такое вообще максимально. Ладно, давай ты что-нибудь. Вот из-за вот этих дорогих кейсов, Олег. Что? Давай, давай, смотри, золотой лихорадочку. Лихорадочку золотую. Мы могли в Улдстрита открыть за 10 тысяч. Если вот так вот пальцы веером, ну ладно. И отсюда графит. Ну, я, кстати, не помню. Касарик, да, вроде? А, 2700. Отлично. Окупились. Пятнашка есть. Вообще мы можем, ну, еще нафармить каким-то образом 3000. Поэтому давай вулканический. И можно, пожалуй, кто-нибудь хорошее отсюда? Я тебя молю. Сейчас все будет. А, ну вот это, это сколько? 6600, да? 8500, нет. Ну, чутка мы в минусе на 1400. Давай, еще один дадим и уйдем. Darkwater 11 тысяч. Ну, это мой предикшн. Это вообще 8 тысяч. Ладно, я рот закрыл. Сегодня ценники больше не угадывают. Давай, ладно. Третьего банкира за сегодня. И надеюсь, что хоть что-то он мне довыдаст адекватного. Молю. Пилот. Спасибо. 6 тысяч. Кручу, кручу, педали. Что, крутишь? 13 тысяч. Кручу педали, чтобы у тебя сейчас нормально все выпало. Давай, Олдстрита. Вот его мы сегодня не крутили и можно вот так вот сегодня будет. Пожалуйста. Ну, 150 тысяч будет классно. Молю. О, кстати. Погоди. 30 тысяч. Блядь, у меня 3 тысячи на балансе. Ну, слушай, как будто можно и продать. Я хочу продать, но смотри, если мы его продадим, что мы откроем вот здесь вот ножички. Мы до торнадо не дойдем как будто бы. Не, ну мы можем контракт, апгрейд, ну или что-то рискнуть, короче. Я не знаю, 34 тысячи. Как будто бы можно попробовать двое перчаток открыть, но как будто бы оно мне не надо. Поэтому давай 3 вулканических попробуем на эти 30 тысяч открыть. Я очень надеюсь, что мы сегодня не заиграемся. И... О, охренеть он, 22. Отлично. Это вообще кайф. Блядь, мне не хватает, чтобы ты понимал 4 тысячи, чтобы открыть торнадо. Давай, ладно, пожалуйста, дай десятку. Я тебя молю космически. Молю просто на коленях. Дай 10 тысяч. Да будет. Я не знаю, сколько это стоит. Это 1400, у нас 20 тысяч осталось. Ладно, давай 2 вулканических. Пожалуйста, 40 тысяч. Каким-то вообще макаром выдать, я тебя умоляю. Это летит, ну нет, это минус. Это 8500 вроде. 23 тысячи, ладно. Мы никогда перчаточные не открывали. Давай, а нет, открывали, я помню. Берем перчатки вот эти, что-нибудь. От цвет надо было, конечно. И, по-моему, кстати. Выбить пятнашка, это чутка минус, но у нас тут лежит на 37 тысяч рублей. Мы можем вообще заменить вот этот вот ножик и собрать какой-нибудь себе сетик вообще другой. Но перед тем, как все это заменять, заходим вот сюда, открываем еще вот этот. То, что выпадает, идем в апгрейд, ставим на x5. Пожалуйста. Я думал, аквеламинат, ну ладно. Блин, вообще, было бы у вас трудно. А, 3 тысячи, ни хрена себе. На x5 или на x2? На x2. Как будто я уже на x5 заикнулся. Мне кажется, лучше x2. Ну давай вот эту вот м-ку просто. 50% шанса, если реально выдаст, это будет прям мега кайф. Пожалуйста. Ну один, пожалуйста. Найс! Отлично! 6 тысяч мы подняли. 43 тысячи. Есть, есть, может быть, еще вариант. Ну мы можем попробовать его на x2, да. Блин, я знаю, короче, есть специальная тактика. Надо ставить, ну типа выбирать дерьмовый максимально скин, и он 100% залетит. Пожалуйста, не подведи. Давай. Если сейчас попадет, мы реально торнадо откроем. Пожалуйста. Сука. Ладно, не переживаем, есть система кэшбэка. Она, если что, вернет 75%, нам вернула 59%. Мы можем попробовать... Подожди, сколько у нас в общем? Если убрать вот это, у нас 37 тысяч. Его мы продадим. Вот это мы посмотрим, что можно... Давай, прям до того... Главное, пару минут назад говори, главное не заиграться. Главное, типа, что это... Фак, ну типа, ну... В итоге просто, ну типа, что, лучше бы забрал и оставил. Ураган до депов. Это моя кличка. Погнали. Адекватно что-то, пожалуйста. Это пальма. Но пальма вроде как может дорого стоить. 2 тысячи. Спасибо. 7 тысяч у нас осталось. Слава богу. Ну, ножик мы точно не сливаем. Да фактически, кондиционерские. Сейчас будет прям хорошо. Паладин, ладно. Что, на паладине мне нас 2 тысячи. Нет, это нормально. Давай попробуем на x5 и на, возможно, какой-нибудь, ну, вот такой вот скинчик. 20 процентов залетит. Просто горил за 12 тысяч, я понял. Это из этого, я забыл как называется, но, короче, вроде как это для медузы крафт. Или, короче, для каких-то авиков. Да, скорее всего, потому что он водный такой. Бля, пожалуйста, я тебя молю, уеби. Не повезло. А ну, 500 рублей на 10х сдаст. 2 патрона и последний не дал. Ладно, 300 рублей на x10. И он... О, он залетел, кстати. Зря я обновил. Короче, не. Я думаю, что можно попытаться вот сделать вот так вот и просто выводить себе ножик. Потому что, ну, как будто бы нам больше, ну, наверное, 30 тысяч сейчас, ну, никак не выдаст. Я думаю, что вот этот ножик я заменю на какие-нибудь перчатки. Давай, допустим, на эти. И ставим на вывод. Ну, а вы не забывайте залетать по ссылке в описании на Кейс Хан. И совершенно бесплатно вводить мой промокод Ураган. Спасибо за просмотр. Пока.